Роман, добрый день. У сборной сейчас непростой график. Начинается три матча, много перелетов. Как вообще команда к этому относится лично? А вы, потому что физически это довольно такой непростой отрез. Ну, я думаю, что у каждого игрока хорошее состояние. Видно по тренировке, видно по чемпионате. И нас сейчас пораньше собрали. И так что я думаю, что у нас больше дней было готовиться к этому циклу. И я думаю, что мы будем максимально на 100% готовы к каждой игры. Сейчас самая важная игра с матчей. Как у вас сейчас, Роман, психологическая уверенность в себе, при том, что в общем динамо не постоянная, игровая практика, играете довольно мало. Вот как, насколько сейчас уверены? Ну, каждый из нас сбор прошел. Я точно так же сбор прошел. У меня хорошее состояние. Я две игры сыграл полностью по 90 минут. И с последней две игры, конечно, не играл. Но у меня очень хорошее состояние. И здесь я чувствую очень хорошо. Сборные вас видят все-таки в центре обороны больше или в позиции опороны? В центре обороны. Еще? Роман, в связи с тем, что Роман Зобнин получил травму и не переехал на сбор, был вызван молодой Максим Мухин, напорный полузащитник. Насколько оценили свои шансы выйти, например, в опорной зоне в каком-то их матче? Ну, я думаю, что тренерский штаб рассчитывает, или видит меня в зоне вонороны больше, чем в зоне полузащих. Здравствуйте. Роман, у меня два вопроса про путешествия. Были ли вы на Мальте? Нет, пока еще не был. А что касается Сочи? Дети, выросшие в России частенько там бывали? У вас детство такое получилось не совсем? Классическое? Бывали тут? Я вырос в Кыргызстане в 4 года. Я переехал в Германию. Я тут не был. Только на игры, или если мы сейчас в Динамо на сборах были, тут вместо сборной я был в Сочи. Но очень красиво, нравится. Отдохнули бы с семьей, если было возможности? А, нет, лучше бы что-то нового попробовать. Вы давно в сборной вызываете, давно в таком существенном. Есть у вас какая-то особенная роль в команде, знаете, как ментора такого, ну, быть наставником для молодых, подтягивая, тоже быть для команды еще больше, чем просто футболистом? Ну, конечно, я каждому пытаюсь помогать, если вопросы есть какие-то, если что-то возникает, то думаю, что ребята, которые тут, они уже очень долго тут. И есть тоже, может быть, ребята, которыми молодые, знаю, у них, может быть, больше вопросов возникают к ним, чем ко мне. Как вам работает в клубе со Шварцем? Узнаете ли что-то новое? Из-за того, что, в принципе, вы футболист опытный. Опять же, немецкая школа для вас, это очень знакомая вещь? Немецкая школа, да, я Шварц уже очень долго знаю. И очень похоже на Германию, тренировочный процесс и требования на поле в игре. И пока команда хорошо все воспринимает у нас. И я думаю, что так будем дальше развиваться. Как вообще играется в очень молодой команде, где, например, группа атаки вся, там Даня Фомин старший, вообще, 24 года? Ну, видно, что команда понимает требования тренера и что молодые игроки развиваются, что этот тренер им шансы дает на высоком уровне играть в футбол, несмотря на их возраст. И видно, что пока получается, но все равно должен быть баланс. И опытные игроки тоже, конечно, очень важны в этой системе и в этом развитии. Вот можно ли назвать того же Даня Фомина, вашего партнера и по динамо, и по сборной? Может быть, человеком, от которого вы и в национальной команде ждете тоже максимального и быстрого прогресса, что он станет основным футболистом? Как вообще его потенциал оценить? Фомина? Да. Ну, видно, что он очень хорошо прогрессирует, тоже после того, как Шварц возглавил Динамо. И видно, что забивает, что он больше и больше становится или входит в роль лидера команды Динамо. И я очень рад, потому что я с пацанами каждый день тренируюсь, каждый день общаюсь. И просто очень положительно видно их прогресс. Ты думаешь, Захаряна и Стюкагина видим, что в главной сборной пришли? Ну, просто не ко мне. Мы не способны дорасти? А поразили они вас чем-то? Потому что ты сейчас видишь. Не хочу. Пусть молодежки пока проверят себе отличный шанс. Роман, вы сказали про немецкую школу. В Черчесово в чем чувствуется вот этот немецкий подход? Это секрет. Хорошо, а какие-то немецкие слова он говорит? Он же любит? Может быть, что-то запомнило? О, да, конечно. Как будто на патит, а фидер взаимно. Ну, со Шварцем они в принципе разные, да? Несмотря на это вздание немецкого, немецкого подхода по меткам своим и так далее. Ну, каждый тренер разный. Это одинаково, мне кажется. У каждого есть свой подход, так что даже сравнивать нельзя. Заключительный коллег. Роман, здравствуйте. Раз уже заговорили про Россию и Германию, и соответствующая информация, что вы еще могли попасть в Россию в Динамо в 2011 году. Как-то было на тот момент, почему не сложилось? Нет, не могу попасть. Не было возможно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.